Ученица 11 класса Карина Кубасова мечтает стать врачом. Для поступления на медицинский нужно сдать ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. И хотя за плечами у Карины успешный опыт участия в Олимпиадах, к единому госэкзамену девушка готовится со всей серьезностью. Есть вопросы и к разработчикам тестов. Наверное, больше всего вопросы по второй части. Например, задачи по тестологии. То есть есть там многие сомнения. Разные составители кимов меняют одну и ту же задачу, по-разному пишут. В этом году будущие абитуриенты дистанционно встретились с разработчиками заданий в рамках проекта ЕГЭ «Это просто». Школьникам рассказали, что нужно знать и уметь для успешной сдачи экзаменов по каждому предмету. Как лучше организовать подготовку в оставшееся время, как сформировать свою стратегию выполнения заданий и эффективно распределить временные экзамены. Онлайн-консультации проходят и учителя-предметники. Участники встречи совместно разбирают задания контрольно-измерительных материалов. Мне понравилось и мне кажется полезным было то, что этот алгоритм подготовки детей к экзамену. То, что они прорешивают сначала задания, потом видят свои ошибки, возвращаются к тем блокам, в которых у них есть затруднения и снова начинают прорешивать. Вот это интервальная подготовка к ЕГЭ. Главная проблема школьников на экзамене, как отмечают организаторы, это невнимательность. Часто главной причиной становится волнение. Поэтому большое внимание на встречу уделили и психологической подготовке. Минпросвещение уже утвердило даты проведения ЕГЭ, экзамены начнутся в конце мая. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Константин Головин. События.